Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол.Опта.Жизнь. И это продолжение нашей карьеры за игрока. Итак, в прошлом видеоролике я высказал свое мнение насчет своей позиции. И чтобы вам тоже было как-то поприятнее это все смотреть. Многие написали, что все зависит реально здесь от меня. Если я ничего не буду делать, естественно, мои игроки не будут забивать. Если как только я буду симулировать матч, как это было, вот я тоже напомнил об этом в комментариях, как с Лока, когда я получил травму, они просто с пятой либо четвертой строчки поднялись на вторую. И чуть ли без нас они могли даже стать чемпионами. Вот такое дело. Попросил вас написать ваше мнение о том, стоит ли мне поменять позицию. Многие действительно на это были согласны. Я забиваю редко голы. Но, мне кажется, это будет прям очень похоже, если мы играли бы на позиции центрального атакующего полузащитника, как мне многие посоветовали. Насчет оттянутого форварда все сказали, что это то же самое, что и нападающий будет. Поэтому, мне кажется, атакующий полузащитник будет замечательно. Я хорошо раздаю передачи. Это можно было видеть по сезону за зенит. За зенит я практически там и столько же голов забил, сколько голевых отдал и стал лучшим астентом чемпионата России. Да и сейчас у меня только вот 4 голевых и всего лишь 1 гол. Матчи сборных я отыгрывать не буду. В этом я не вижу смысла. Я тоже в этом высказался. Нашел я единомышленников в комментариях, которые тоже сказали, что не надо это сильно. Поэтому и выпуски, напишите об этом в комментариях, как вам матч. Я пытаюсь, если нулевые ничьи, сразу вот. Начало матча и сразу конец. Потому что, ну, зачем перегружать, если моментов там особых и нет. Даже если они и были. Зачем это показывать? Каждый из нас играет. Я думаю, что многие из вас сейчас играют в карьеру за игроками. Все понимают, что какие-то моменты могут создаваться. Видя потом по статистике удары в створ и просто удары. Поэтому я надеюсь, вот так вот мы с вами в этом русле и продолжим. Сегодня у нас месяц октябрь и ноябрь. Сегодня мы сразу же стартуем с матча против Милана. Я сейчас немножко, так, не сюда зашел. Немножко еще, мне тут 5 дней осталось, до кача штатного пенальтиста. Вот. И после я уже поставил здесь тренировку по позиции, атакующий полузащитник. Я ее поставлю. И давайте сразу же я, может быть, попробую, сделаю запрос. Вот. Я не помню, здесь у меня можно или нет смотреть. А на... Вроде как нет. В карьере за тренера можно там посмотреть, на каких позициях ты больше приспособлен. Вот. Я сейчас даже еще раз посмотрю. У меня есть только вот. Вот здесь, что на вот этом поле. Зеленый выделено, что я именно прямо центральный нападающий. Ну, чуть пониже надо, давайте спускаться. Я понимаю, что сейчас рейтинг у меня будет меньше. Но ничего страшного, мне кажется, в этом не будет. Поэтому мы сейчас начинаем в нападении мы с Роналду и с Костой. Это чемпионат. Вот. Поэтому Милан-Ювентус. Поехали. Итак, Милан-Ювентус. Стадион Сан-Сиро. У нас он как бы лицензионный. Вот. Честный Джоэл здесь. Романьоли. Вот это вот прям жесть. Против Милана я же играл. За Зенит. Опасный момент. И это гол. Рафаэль Лиау на 45-й минуте забивает. Просто вот так вот аккуратненько. Самый костерех уже вроде, да? Оттеснил, отдал. И не понять, где делить здесь. Все очень как-то грустненько. Поэтому мы уходим на перерыв с счетом 1-0. Да, что и происходит. Замена. Там Бринардески вместо Буглуса Коста выходит. Ну, а вместо меня Жоа Педро. И все. Минимальное поражение. В чемпионате Италии. Единственный гол. Рафаэль Лиау перед самым перерывом. Все и решил. У них один удар в створ и один гол. Лиау 7-5 на оценку. У меня 6-0. Ну, сейчас вроде как во время матчей сборных у меня прокачается штатный пенальтист. Я все силы вот тогда вложу именно в смену позиции. Ну, потому что вижу, что не справляюсь я с вот этим голевым чутьем, можно так сказать, каким-то. Только вот по ассистам я могу что-то даю сделать. Так, игра у нас сейчас против Германии. Мы, естественно, пропускаем. 3-0 проиграли. Со мной бы 0-0 мы могли скатать. Тут еще и Португалия. С португальцами я вообще ни разу так и не сыграл. Они постоянно то в конце сезона, то вот сейчас вот в середине в какой-то... Все. Штатный пенальтист я прокачал. Теперь я иду в тренировку. Так. Вот здесь вот очищу тогда. Так, 84 дня. Это практически 3 месяца. Вот. Но я запросил предпочитаемую позицию. Надеюсь, мне дадут ее. Поэтому следует... Так, пропускаем матч с Португалией. 1-0 мы проиграли. В следующем выпуске получается мне... Я смогу прокачать эту позицию. Вот. И смогу, я надеюсь, там 100% на ней прям играть. Ну вот теперь это пескара здесь какая-то. Еще мы на выезде играем. Может быть, получится. Так. Приходит нам сообщение. Сегодняшняя игра. Я центральный нападающий. А если я... Напишите тоже об этом в комментариях. Если я нежелательная позиция поставлю, центральный нападающий меня будут. Ну давайте я просто проверю. Либо меня на банку на следующем матче там поставят. Но все равно сейчас с пескарой играем. Вот. Роналду. Я. И Дуглас Коста. Вот так вот выиграли. А у них даже цапника у этого. А такой еще полузащитника нету. Поэтому, скорее всего, я где-то буду в центре просто бегать. Но ничего. Пойдет. Пойдет. Пескара Ювентус. Кубок Италии. Я сразу вижу это. Хорошо, что я это заметил. Пусть они в желтый бегают. Это вообще сейчас сливание такое будет. Поехали. Итак, Пескара против Ювентуса. Это Кубок Италии. Посмотрим, что мы из себя представляем. Позицию я начал качать. 84 дня нам сказали. Это практически 3 месяца. Это больше, чем даже целый выпуск. Поэтому в сегодняшнем выпуске мы точно не прокачаем. Атакующего полузащитника в следующий уже, так сказать, в полтора видео это практически будет качаться у нас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это предголевой пас, ребят. Я на Роналду. Роналду на Косту. И это 1-0. Если бы я прям играл точно по позиции, то на месте Коста, скорее всего, стоял бы я. Но я так немножко даже на фланге очень люблю на вот этом играть. Поэтому Роналду, Дуглас, скидочка, все замечательно. Выходим на выезде вперед. Но для меня это не так важно, потому что меня сейчас все равно могут заменить. Потому что я голевую передачу так не отдал. И голу не забил. Да, замена. Здесь у меня, наверное, опять приходит Рафаэль Лиао. Ой, Жоа Педро, извиняюсь. И все, минимальная победа на выезде в Кубке Италии. Благодаря голоду Госа Косты. С моего предголевого паса, между прочим. Но запишу все равно голевой на Роналду. 1-1 сундарствор. Он стал голевым, 6-5 у меня оценка. Приходит мне сообщение. И из-за того, что я написал предпочитаемую позицию, я лучше уберу ничего. Вот так и оставлю. Меня взяли и поставили на правофлангового нападающего. Классно, да? Сейчас у меня вообще рейтинг будет, я не понимаю какой. 74. Вы что издеваетесь? 74, да у меня в локомотиве такой был. Они еще ни одного вратаря не взяли. А у них есть, у них даже вратарей нет. Вы посмотрите. У Перло нет запасных вратарей. Все, зря я, наверное, поставил. Ладно. Но это кубок. Ничего важного. Поэтому посмотрим, что смогу с правого фланга сделать. Кто-то мне говорил, что я не смогу играть на фланге. За то, что скоростей нет. Все такое. Но посмотрим, что из этого выйдет. Я чаще всего на левом фланге играю. Но там Роналду. Поэтому давайте посмотрим. Решил у меня Перло задействовать на всех позициях. Поэтому матч Ювентус-Пискара. Ответная игра. Мы 1-0 обыграли их на выезде. Но опять я формы не поставил. А вот сейчас вот извиняюсь. Опять это сливаться будет. И меня заменили на 70-м минуте. Справа, наверное, вышел там все-таки Бернардески. И это 1-0. Паула Дебала. Вышел вместо Жоа Педрова. И забивает. Без меня впервые вроде как забили. Для меня не было на поле. Но ничего. Кубок все равно без разницы. Так бы мы победили. Ну хотя бы победу на 96-й дополнительной минуте. Пискара с счетом 2-0. В общей сумме вылетает от Ювентуса. Итак, дальше проходит Лацио, Беневенто, Сосуоло, Аталанта, Милан, Удинезе, Калери, Ювентус, Наполи, Болония, Парма, Торино, Рома, Фиорентино, Сандория и Интер. Вот. То есть сейчас мы узнаем там третий круг. И для меня это вроде как четверть финала. Если правильно что-то понимаю. Приходит мне сообщение. Ну я на центральном упадающем. Слава богу. Играю сейчас против Олимпиакоса. Третий тур Лиги Чемпионов. Вот такая вот у нас расстановка. Посмотрим, что я себя покажем. Ювентус и Олимпиакоса. Поехали. Итак. Ювентус против Олимпиакоса. Интереснейший будет сейчас матч. Третий тур все-таки. Нас даже обгоняют сейчас ЦСКА. Не на второй. На первый, естественно, к ПСЖ были. А после нашей той ничьей с ПСЖ как раз мы стали на третьей строчке. Поэтому, ну, надеюсь, мы заберем свои очки. Минимум три. Вот. Хотя это должно быть как максимум. Но сегодня жду только победы. Тем более дома же играем. Да, замена. Жоа Педро вместо меня. И это 1-0. Отлично. Жоа Педро вышел вместо меня. Я забил. Поздравляю парня. С голом в Лиге Чемпионов. Итак. Жоа Педро. Приносит нам победу в третьем туре Лиги Чемпионов. Важная на самом деле победа против четвертой строчки. Нам нужны вот эти вот три очка были. Поэтому сейчас мы должны быть на второй как минимум. ЦСКА 3-0. ПСЖ вынесли. Да, это когда такое было-то? Сейчас-то мы на второй. Мы обгоняем даже ПСЖ. У нас равенство с ЦСКА. Вот такие вот дела. 86-й рейтинг у меня. Приходит нам сообщение. Мы снова сегодня в старте как центральный нападающий. Ну что ж. Сейчас у нас игра против Аталанты. Их что-то я вообще даже не вижу. Ну а мы идем на третьей строчке. У нас 4 очка отставания до Бреши. Мы играем сегодня еще и дома. Центрального нападающего. Вот. Что-то я не вижу Лешка Миранчук на скамейке у них. Поэтому поехали. Итак, Ювентус Аталанта. Очередной матч чемпионата Италии. Мы центральный нападающий пока что. Но в этом выпуске уж точно мы все матчи будем отыгрывать как центральный нападающий. В следующем уже там в середине переквалифицируемся в атакующего полузащитника. И замена. 73-я минута. Выходит у меня Жоа Педо. Посмотрим. И забивает Пауло Дебало. 81-я минута. Отлично. 1-0. Итак, заканчивается матч. Мы обыграем минимально Аталанту. Вышел там Дебало вместо Бернадески. И забил Жоа Педо. Слава Богу. Больше пока не забивает. Но и я не забиваю. Мне это тоже напрягает. Судишь один гол за Ювентус. Оценка 6-0 у меня. Ну, хотя бы побеждаем потихоньку. После победы мы все так же на третьей строчке. У нас 2 очка до Милана. Вот. Потому что мы проиграли Милану очную встречу. Поэтому сейчас у нас такое небольшое отставание. Ну и Бреша, который немножечко сбавляет свой темп. Слава Богу. У нас вот. 8-6 рейтинг. 1 гол 5 голевых передач. Итак, у нас второй матч. После Аталанта сразу же это Фиорентина. Она. Да, ее тоже вот нет. Вот, кстати. В топе прям. Поэтому посмотрим, что мы покажем. Мы играем сегодня на выезде. Это какой-то там определенный тоже дерби вроде как. Потому что вот сейчас вот эту вот кат-сцену показывают. Все болельщики ждать наш побед. Так, выйдите на поле. И дайте бой команде Фиорентина. С Роналом так приобнялись. Пойдет. Так, план игры. Мы нападающиеся за центральной. Вот такая вот расстановка. Поэтому посмотрим. Поехали. Итак, Фиорентина, Ювентус. Мы играем сегодня на выезде. Фиорентины нету там даже в топ-10 команд сейчас чемпионат Италии. Но все равно эта команда даст бой. Потому что там любая даст бой. Мы их не умеем забивать абсолютно. И теперь мы уже даже и голевые не раздаем. Что меня вообще очень сильно расстраивает. И это 1-0. Фиорентина выходит вперед. 43-я минута. Просто вот так вот разыграли. Штрафной тупо они причем. Одна передача и все. И все. Минимальное поражение от Фиорентины. Проигрываем мы на выезде сейчас. Это весь матч даже отыграли. Цент у меня вообще 5-0. Итак, после восьмого тура мы упали аж на четвертую строчку. У нас 5 очков отставания до Милана. У нас 86-й рейтинг. 15 матчей, 5 голевых и 1 всего лишь гол. Ну что это такое? Мы вообще-то нападающие с вами, между прочим. Приходит нам сообщение. Мы вызваны в сборную России. Но матчем, естественно, эти играть не будем. Так, приходит нам сообщение. Мы сегодня в старте. Центральным нападающим. Лечи сегодня принимает нас. Играем мы на выезде. Поэтому Лечи и Ювентус. Здесь Роналду, Дугласкоста и мы. Поехали. Итак, Лечи против Ювентуса. Матч, в котором нам наконец-то надо забивать уже. Потому что последний свой единственный гол за Ювентус я забил в Лиге Чемпионов против ПСЖ. Ну то, что вообще такое? Сандро подает. И это гол! Предголевой пас! Отлично! Забивает Федерико Бернардески. Минимальная победа Федерико Бернардески. Приносит нам 3 очка. На 90-х минутах мы только и можем забивать. 7 ударов, 5 в створ. У меня оценка 6 и 0. Мы сейчас посмотрим, на какой мы будем строчки после этого. Так, там Милан выигрывает, естественно. Мы на 4-й строчке. У нас 5 очков до Милана. Итак, у нас сейчас матч в Лиге Чемпионов. Играем против Олимпиакоса. Олимпиакоса. Вот, выездный матч. Первый матч у нас в Греции сейчас. Ни разу не там не играли. Вот, но состав вы, естественно, знаете. Мы вроде Олимпиакоса обыграли до минимальной 1-0. Поэтому Олимпиакос, Ювентус. Поехали. Итак, разумеется, игроки Олимпиакоса и Ювентуса. По трибунам помещения. Сегодня у нас 4-й тур Лиги Чемпионов. Мы идем на 2-й строчке после того, как сенсационно ЦСКА обыграли ПСЖ. У себя дома со счетом 3-0. Сейчас у них встречная игра во Франции. Посмотрим, как они отыграют вообще. Неплохо. И с левой ноги мы забиваем ворота Олимпиакоса. Отлично. 52-я минута. И это 1-0. Второй наш гол за Ювентус в этом сезоне. И забиваем снова мы в Лиге Чемпионов. И все. Минимальная победа. Наконец-то наш долгожданный гол. Снова причем в Лиге Чемпионов, который нам в этот раз уже гол наш принес. Первую победу в Ювентусе. Потому что первый гол мы забили против матча против ПСЖ. Вот. Тогда сыграли мы в ничью. 1-1. ПСЖ 3-1 вынес ЦСКА. Ну и теперь у нас 8 очков в группе. И остается игра как раз с ПСЖ и с ЦСКА. Второй гол за 17 матчей. Замечательно. Итак, приходит нам сообщение. Мы сегодня, естественно, снова в старте. И игра у нас сейчас против Интера. Которые идут на 10-й строчке, кстати. Против Интера я, если ничего не путаю, ни разу еще не играл. Поэтому Ювентус-Интер. Поехали. Итак, Ювентус-Интер. Матч чемпионата Италии. Пока что мы как-то неубедительно идем. Хотя в прошлом сезоне Интер без нас занял третью строчку. Бернардесского мяча. Я верю, что у него получится. Но он подает. И я забиваю. Супер. Первый мой гол в чемпионате Италии. Супер. Я думал, сейчас Бернардесский сам будет там пробивать. Нет. Он подал. Не знаю, кто это пролетел. 90 какой-то там пятый номер вроде. И с левой ноги я забиваю в ворота Интера. Бастония там был. У меня закрывал. Супер. Два матча подряд забиваем. Все. Минимальная победа Ювентуса. Две уже победы подряд мы приносим. Благодаря нашим голам. Но теперь это очень важно. Еще и победа была в чемпионате над Интером. Серьезная очень команда. И мы улучшим как матч. И 7-5 оценка. Милан там 3-1 вынесли Эмполи. Мы поднялись на третью строчку. Но все так же у нас 5 очков отставания. Сразу вот у нас скакнул рейтинг. Не знаю почему. 8-7 стал. 3 гола. 5 голевых передач за 18 матчей. Так. Мы, естественно, сегодня в старте в сборной России. Но я, естественно, пропускаю этот матч. 2-0 мы програли сербам. Вот. Ну и сейчас еще игра против сборной Аргентины. Снова очередное сообщение. И опять мы в старте против Аргентины. Ну, пропускаю там 1-0, наверное, сейчас. Нет, вообще по нулям даже сыграли. Вот. Матч, кстати, записывается. Когда я симулирую за сборной России, они записываются. Вот. Дальше у нас Лацио там. Тут и еще. Специя. И потом ЦСКА еще в Лиге Чемпионов. Но мы, естественно, сегодня в старте. Итак, выездная игра у нас сейчас против Лацио. Мы сегодня, естественно, в старте. Роналду, мы и Пауло Дебало. У нас нету даже запасного вратаря, между прочим. Так что Лацио и Ювентус, поехали. Итак, Лацио и Ювентус, стадио Олимпико. Интереснейший сегодня матч. В прошлом сезоне вроде как Лацио заняли в реальной жизни вторую строчку. Поэтому они навязали более-менее борьбу. И это 1-0. Мы пропускаем. Аккуратненько, просто назад так отпасовали. И Милинкович-Савич забивает. Замечательно. В последний раз я не помню даже, против кого мы пропустили. Тут еще и дождь пошел. Вообще супер. И меня заменили на 71-й минуте. И все. Минимальное поражение на выезде. Милинкович-Савич забил единственный мяч. У меня оценка 5-5 вообще за матч. И после этого матча мы упали на четвертую строчку. У нас теперь 8 очков до Милана. Нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте, естественно, против Специи играем. Вот. Но нам нужно что-то делать, потому что 8 очков отставания до Милана. Это просто невероятно. Роналду, Коста со мной сегодня в нападении. Так что поехали. Итак, Ювентус сегодня встречается против команды, которые вообще не знают, что это вообще за команда. Мы играем против Специи. 79-я минута. Нет, меня заменили. И, ну вот, хороший же был момент, но нет. Мы снова теряем очки в матче еще и против Специи какой-то вообще. Замечательная игра. 4 удара, 1 в створ всего лишь. И Артур становится лучшим игроком. Но у меня тоже оценка семена. После этого матча мы все так же на четвертой строчке. 8 очков до Милана. Вот. 20 матчей, 3 гола, 5 голевых передач. Ужасный результат. Так. Приходит нам сообщение. Мы сегодня, естественно, в старте. И у нас предпоследняя игра. Тем более сейчас еще и Лига Чемпионов против ЦСКА. Обыграем сегодня. Если у нас получится ЦСКА, то мы, скорее всего, уже точно выйдем в плей-офф Лиги Чемпионов. Но и мы будем бороться все-таки с Ювентусом за первую строчку. А не так, как было с Зенитом. Лишь бы выйти. Поэтому ЦСКА Ювентус. Поехали. ЦСКА Москва против Ювентуса. Мы возвращаемся в Россию. Можно так сказать, перед Новым Годом. Потому что сейчас здесь почти конец ноября уже. Мы готовы на самом деле. В Лиге Чемпионов мы забили два мяча. Сейчас у нас всего лишь три за Ювентус. Один мы забили Интеру в чемпионате. И это выход 1 на 1. И Блашич забивает 1-0. То есть я теперь понимаю, почему там ЦСКА как-то 3-0. Пассажир вынесли. Будет очень напряженная сейчас игра. И вряд ли сегодня у нас даже победить получится. Надо за ничуть и перецепляться. И это 2-0. ЦСКА выносит нас у себя на арене со счетом 2-0. Они заняли какую-то вторую, получается, строчку в прошлом сезоне. Спарта также чемпионом они стали. Ну а мы просто сейчас будем все решать в матче против ПСЖ. Все. Наше крупное поражение. За последнее время мы проиграли ЦСКА. Мы даже с Зенитом ЦСКА не проигрывали. Что вообще за матчи? Я просто понять не могу. Кучаев 7-5 у него оценка. У меня 5-5. ПСЖ сыграл в ничу с Олимпиакосом. И вот такая вот ситуация у нас к последнему 6-му туру. У трех команд по 8 очков. И будем сейчас здесь набороться. Надо ПСЖ обыгрывать в любом случае. Тогда мы попадем. Потихонечку я вижу, что у меня проявляется там моя позиция. Здесь не появляется. Ну не суть. Вон появляется ЦАПник. Это отлично. И сейчас у нас последняя игра в выпуске. Мы играем снова в выездную игру против Эмполи. Правда. Нам приходит сообщение. Снутренне нападающим мы сегодня. Ну что же. Последнюю игру в выпуске. Естественно мы отыгрываем. Снова Роналду. Коста. Я в нападении. Поехали. Итак. Эмполи против Ювентуса. Стадио Орионе. Нелицензионный стадион. Поэтому посмотрим, как мы все равно отыграем. Обидно, что теряем очки в последних матчах. И естественно еще и Эмполи нам забивает. Че же честно это вообще делал? Просто ужас. И нас заменили. Нас заменили на 80-м минуте. И все. Минимальное поражение снова на выезде. Два поражения сейчас подряд было. От ЦСКА и от Эмполи. Что вообще происходит я не понимаю. Очень тяжелое сейчас время в Ювентусе. У нас тем более 6.0 у меня оценка. Хотя бы в выпуске смог забить два мяча. Ну и после этого поражения мы на пятой строчке уже 9 очков до Милана. Просто что-то с чем-то. Ну и все. На этом мы заканчиваем выпуск. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Мбаппе получил золотой мяч. Поздравляю его с этим. Вот так. Нам сообщение. Мы естественно в старте все. Показываю вам, так сказать, итоги выпуска. Вот мои статы. Все такое. Всем большое спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас уходят по выходным. С вами был Андрей и канал Футбол. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok